всех приветствую с вами я веган христолюб мы с вами сегодня читаем изучаем исследуем я говорю вы слушаете а право оправдание труппажоров убийц в их нежелание стать веганами потому что мораль субъективным ну или мой ответ на основании текстов это винтерс а это землянина о том почему отговорка или вопрос что разве мораль не у каждого своя не субъективно истина религиозным языком если выражаться обычно там это слово употребляется да у каждого своя чего ко мне пристали да ну и сегодня я дам тоже свой ответ на этот вопрос основываясь как я вам говорил уже неоднократно на текстах в моих глазах великого проповедника замечательного человека яда землянина из англии я такую вот заставочку картинку подобрал к этому ролику истина одна ибо прав и правда но правд много ибо ложь у каждого своя когда ты эту где-то фразу тоже замечательно услышал она с подоплекой но в ней есть смысл да правда много истина одна от может многие слышали но мне нравится ее полных я где-то услышал такую формулировку тогда тут по сути прав но когда говорится да что это ложь ибо ложь у каждого своей вот а истина одна я конечно как христианин сегодня безусловно буду говорить об истине эту как я много раз тоже уже говорил в этих серии этих роликов не потому что ему больше слова близко видимо или не знаю или такой перевод на русский это мораль этика есть тоже часто веганстве употребляют я как христианин употребляю обычно больше такие слова как истина святость свет но суть одна обычно об этом говорится да ну и давайте мы с вами будем читать мораль субъективно убивать животных вполне нормально ведь мораль субъективно то есть если для тебя нет пожалуйста но для меня это нормально и я тоже хороший человек я так немножко расширяю до утверждение убийц труппажоров это удивительный аргумент пишет это до того как я стал веганом я никогда не слышал фразу мораль субъективно если бы мораль действительно была субъективным понятием не было бы никакого смысла в существовании тюрем и судебных систем ведь любое действие можно было бы оправдать абсолютно любое сказав что мораль субъективно если вы мораль на самом деле было субъективной это значило бы что такие действия как убийства изнасилование поджог ограбление были бы просто морально оправданными и приемлемы ли в обществе ведь в конце концов мораль субъективно если ты не убиваешь а я убил чё тебе до того ну ты не хочешь не убивая я убил а я обворовал а я ограбил а я избил а я изнасиловал а я соврал какая разница ну соврал я соврал в моем миропонимание я на себя смотрю красивый и великолепный для определения того что мораль а что нет нам не нужна не религия не наука каждый из нас вместе и по отдельности понимает что причинение неоправданных излишних страданий другому живому существу не этично и неправильно именно поэтому мы знаем что убийство изнасилование поджог невозможно морально оправдать ведь там всегда есть жертва нам нужно осознать и понять что покупая животные продукты мы делаем жертвами животных нужно осознать что покупая животные продукты мы приносим страдания живым существам поэтому с моральной точки зрения наш выбор наши действия не этичные потребление животных продуктов не может быть оправдана аргументом мораль субъективна, потому что животные являются жертвами такого потребления. На самом деле я не верю, что кто-то действительно считает мораль субъективной. В глубине души у нас у всех есть общее понимание моральных принципов, и несмотря на то, что мы воспитаны в культуре и обществе, которые заставили нас поверить в то, что животные существуют для того, чтобы мы их использовали, эксплуатировали, это не делает подобные действия этичными. Если бы мы увидели своих жертв, если бы мы заглянули в их глаза, полные страданий, многие из нас не смогли бы больше поддерживать жестокую индустрию и эксплуатацию животных. Потому что в этот момент мы увидели бы личность за каждым животным, личность, которая страдает, которая хочет жить, личность, которая заслуживает того, чтобы жить. Этичность любого действия должна определяться наличием или отсутствием жертвы, жертва, которая страдает по причине нашего действия. Если такая жертва есть, то, оправдать такие действия без крайней необходимости с моральной точки зрения невозможно. А в потреблении продукта животного происхождения нет совершенно никакой необходимости. А значит, и морального оправдания этому нет. Мораль субъективна, недостаточное оправдание убийству животного. Ведь животное здесь жертва. Такая философия очень опасна для каждого носителя такой философии, так и для его окружающих. Подумайте о последствиях ваших действий, подумайте о жертвах, жертвах которых нужно признавать и уважать. Я вам целиком уже, как видите, на экране текст, он закончился. Я не стал останавливаться. Я все остальное буду говорить своими словами. Это говорит все правильно и затрагивает разный аспект. Вы слышали неоднократно сейчас в моем прочтении такие слова, как жертва, как с тобой произойдет то же самое, что и с другим. Да, мы это с вами услышали. Я во всем этом абсолютно прав, но я скажу своими словами, кому близки мои речи. Еще раз переведу на русский. Русский перевод мысли Эда. По поводу морали субъективно. И я теперь буду употреблять вместо морозь слово истина. Мне это ближе. Истина не субъективна. Она объективна и она просто есть. Истина. Древние мудрецы всех времен и народов говорили, это то, что есть. Бог есть истина. Истина есть Бог. А что такое Бог? Кто такой Бог? Он просто есть. А что нас окружает? Какова эта природа? В какой благу бытие только возможно существовать? Существование всего живого только в бессмертии, свободе и любви. Что такое истина? Как понятие? Субъективно нет. У меня по поводу этого всегда стычки с моим плотским отцом. Поплотик. Меня рожденным. Кого? Он тоже утверждает, что истина. Ну, как на словах. Это все правильно здесь сказал. Что он на самом деле не верит. Мы с вами уже неоднократно разбирая подобные вопросы. Это то же самое. Из этих оправданий всех, по сути, выделить-то порой очень тяжело что-то. Но одно из таких, это то же самое, что когда трупажоры пытаются наставить на том, что якобы растения чувствуют боль. Конечно, никто из них в это не верит. Почему? Потому что никто этого не чувствует. Никогда, реже огурчик, ты ничего не слышишь. Никаких криков, ни вопли. Ты не чувствуешь никаких страданий этого огурчика. Вы, мои, уже на эту тему, у нас уже было это оправдание, этот ответ на вопрос. Я всегда приводил аналогию с теми же самыми нашими волосами и ногтями на теле человеческом. И мы не чувствуем боли, когда их срезаем. Природа растительная, она радуется, когда человек о ней заботится и ухаживает. Что-то подрезает, украшает, делая кромку, лишнее обрезает. Как у нас растут волосы, борода, человек ее в порядок приводит, мужчина, женщина со своими волосами что-то делает. Ногти наши, которые мы и точим, и пилим. И никто от них и не страдает от этого. Здесь то же самое. И, конечно же, никто из трупажоров в это не верит, потому что он это не чувствует. Он прекрасно это знает. Нет, это просто лишь бы найти любой дурной повод, показав окружающему миру, что ты идиот. Вот и все. С истиной все то же самое. То, что истина есть любовь, знает каждый. Потому что он этой природой создан. Природой любви он создан только потому, что начальная точка всего – любовь. Любовь что-то создает. Зло все уничтожает. Она все пожирает и сжимается само в себе. Если она что-то будет создавать, она будет любовью. Но чтобы создать что-то, надо быть любовью. Чтобы дать кому-то жизнь, надо быть любовью. Зло только забирает и уничтожает. Поэтому что такое истина? Это любовь. Любой самый злодей любит кого-то. Такую же злодейку жену, возможно, которую он себе в напарницу выбрал, чтобы творить зло. Таких же детей, может быть, которых он злых воспитал и вместе с ним творит какие-нибудь беззакония, воспитывая их идти по своим стопам. Да, но когда зло касается его, человек сразу понимает, что он-то, конечно, не хочет, чтобы зло к нему применялось, чтобы причиняли ему боль и страдания. То есть, конечно, когда человек задумается, если захочет над этим, да. Святость человека, его познание истины, его доброта и превращение в Бога любовь, зависят только от его желания, от него самого, когда он захочет этого, открыть эти глаза. Зло он из себя выдавливает. Он творит зло. И поэтому истина очень понятна. Истина – это что такое? И что такое любовь, в частности? Это лишь слово, понятно, существительное, сущность. В чем она проявляется в действиях, в делах? А в чем эта любовь? Как ее понять? Поступать с другим так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. И наоборот, не делать никому ничего того, что ты хочешь относительно себя. И это правильно тоже, в принципе, закончил свое это высказывание. Краткие свои мысли набросал. Что это мировоззрение, эта философия опасна не только для жертв такого человека с этой философией, а для него самого. Что имел в виду Эд? Ну, по крайней мере, как я его понимаю. И я имею в виду, что если он так думает, он действительно прав и умудрен в познании истины. Потому что к тебе потом применят то же самое. Закон жизни – это закон бумеранга. Если ты считаешь, что мораль субъективна, ты можешь насиловать, грабить, убивать, при этом оставаясь якобы в свои глаза хорошим человеком, завтра это то же самое сделает с тобой, точно такой же человек с точно такой же философией, как у тебя. Он заберет жизнь и здоровье и деньги, материальные ценности твоих детей, твоих родителей, твоей жены, мужа, друзей, тебя самого. Когда все это вокруг тебя с тобой начнет происходить, ты сразу скажешь, слушай, ты поступаешь нехорошо. Ты сразу выпьешь ко всем богам на свете. Если тебя самого в сексуальное рабство с изнасилованием в задний проход завтра заключит, ты сразу будешь выпиять ко всем небесам и богам о несправедливости, которые с тобой происходят. Истина, она субъективна. Ой, она объективна. Но тот твой насильник и господин будет, что говорит-то, истинно субъективна. В чем ты меня можешь обвинить? Я сильнее тебя, я могу взять тебя. Я сильнее тебя, я могу взять у тебя. Что ты можешь мне предъявить? Ты же вчера всему миру говорил, что истинно субъективна, и ты хороший. Здесь же под словом истина, мораль, как я вам сказал, подставьте любое слово, которое вас устраивает, потому что в мире эти слова синонимичны. Добро, кто-то просто говорит. Здесь люди, не хотящиеся никаким религиозным там мирозрением. Для них просто доброта вверх. Все, что вы считаете самым под словом истина, свет, добро, святость, все, что для вас самое великое в жизни, к какому вы принадлежите мирозрение, какой там у вас это считается просветленность, все, что вы считаете этим лучшим. Вот когда Эд, я, вы говорите о том, вот убийца-трапожор, который говорит, мораль, субъективная, значит, он говорит, добро субъективное. Я говорю, подставьте сюда под это слово, любое для вас самое высшее, и, естественно, для того, вот кто будет утверждать, что то, что я вообще творю, я есть краеугольный камень, неважно, зло я творю, и это все равно добро. Как он это назвал, мораль, это не суть важна. Но он зло называет добром, аморальностью, моральностью. И говорит, что если я это сказал, я это сделал, я хороший. То есть нету никакого критерия, с чем сравнить. Это нет и есть. Очень легко это сравнить. Ты с собой хотел бы, чтобы так поступали? Нет. Все, один закон жизни. Вы от меня об этом слышите постоянно, об этом же говорил Иисус, и об этом, как мы видим, говорят все мудрецы, древние, современные, нам будут говорить, будущие, настоящие дети света всегда будут об этом говорить. Я вам могу порекомендовать, я по-своему поговорил в свое время, я не знаю, как я сейчас, давно я его не перечитывал, хотя я Клайв Стейплз-Льюис, тоже англичанин, как Эд Винтер, сегодня у нас все в рубрике англичане, правда, прошлого столетия, позапрошлого даже уже получается, да, а нет, все равно прошлое, 20 века, английский писатель, очень известный, Хроники Нарнии, одно из его известных произведений, ну, в моих глазах как раз не самого интересного, просто известного достаточно в обычных кругах человечества, а одно из самых, по мне, как величайших произведений его и творений, это просто христианство оно называется, по названию можете понять, что он там не будет топить, сам, будучи формально англиканином, да, англиканской христианской секте, принадлежа, ну, чисто формально, он самый настоящий, обычный христианин, вне всяких сет и конфессий, у него нет ни одного труда, который хоть мало-мальски как-то топит за англиканство, да, англиканское христианство, так называемое, вот я вам рекомендую, в одном, я не помню, уже давно это не перечитывал, но тогда на меня очень сильно произвело, опять на меня и Эдова, вот эти вот выступления, ну, и текстовые варианты его, тоже в свое время, для меня он в веганстве тоже был, так скажем, учителем, я тоже от него много взял, хотя я сам на все это, как бы могу дать свой ответ, но у него были тоже прекрасные примеры, и формулы, и речи, и в свое время, Клайв тоже повлиял на меня, пусть там не все меня тоже устраивает, но кто и вот этот труд читал, может быть, когда я бы вам дал отсылку на свое чтение, но я еще до него не добрался, но Клайв Стейплз и Льюис, с каждым хоть как-то связанным с христианством, а вообще и не с христианством, сегодня мы с вами вопрос затрагиваем, для веганов, а точнее, ведь я же записываю ролики вообще для трупажоров, неважно из какой ни среды, области социального слоя, ранга или чего там, то вот стоит Клайва, можно читать все, и в начале прямо этого труда, просто христианство, естественно, он тоже, я не помню, как называть, оно на главы разбит, тоже, по-моему, что-то около 30, что ли, глав или больше даже, видите, уже гадаю, не суть важна, там в первых это будет, или в первой, второй, но помимо предисловия, тоже называется или нравственность, или мораль, что-то такое же, но опять же, это переводы на русский, вот, он уже давно, все его труды на русский переведены, и вот он там просто великолепно, то же самое объясняет, если здесь у Эда мало, и я даже, видите, как-то не стал на его, своим словами, все эти вопросы затрагиваю, там прям можно разбирать, или даже вот именно читать, у него такой слог великолепный, конечно, там как просто соловийные песни, это вам не Достоевский, полная противоположность, очень легко читать, у него очень грамотный, поэтичный, красивый такой язык, слог, я бы даже сказал, наверное, да, и настолько ты его с легкостью читаешь, и усваиваешь, что это просто, знаете, такая пища, наверное, как капельница, если с медициной сравнить, лежишь, ничего не делаешь, в тебя просто поступает, вот это что-то из этой серии, вот он там, вот что, Эд затронул, осудил, немножко сказал, вот там Льюис прям все это настолько разбирает, и он любит тоже от древности, от первых времен, он там гениально показывает, я вообще мог бы ничего не говорить, а вот вас отослать, я всем рекомендую, вот прям настоятельно, прочитайте все просто христианство, есть вещи, которыми я не согласен, как он там о войне рассуждает, он был на Первой мировой, да, по-моему, какие-то еще там вещи, но очень много, тоже в свое время, как отдушины, его эти произведения, может, и я еще был тогда не на таком уровне, я его давно уже не перечитываю, но в свое время, даже просто христианство, ну, я не знаю, раз в 10 точно читал, почему рекомендую, хотя бы уж раз прочитать, неважно, каком вы уровне, да, вам это пойдет на пользу, я помню, как вот он именно тоже, нравственность, вот эта, знаете, женщина там, с короткой юбкой, грубо говоря, вот эту тему, он тоже поднимал, он так ее раскрыл, боль, боль у него вообще отдельный, труд, сегодня прям реклама льется, но нет, я люблю топить за людей, знаете, рекомендовать тех, кто действительно, вы получите от этого большую пользу, любовь, у него супер, я, если Бог благословит, конечно, я его почитаю, несмотря на, и помню, я, конечно, подрастал, когда все это духовно, да, конечно, я что-то видел, что меня все больше и больше не устраивает, но это один из великих людей, всех времен и народов, я вам скажу, а уж и я перечитал, вы знаете, да, особенно в мире религии, там, христианство, да и не только, это уникальный тоже человек был, несмотря на какие-то вот такие вещи, даже с войной я очень с ним был не согласен, но это величайший ум, ум и сердце, да, это безусловно, наверное, он не был веганом, нигде я этого не встречал, к сожалению, да, но он и не трогает эту тему, да, ни в каком смысле, я, по крайней мере, хотя по хроникам Нарни, знаете, вот, но опять же, хроники Нарни, знаете, как любовь к животным, опять, ко львам, к тиграм, к котятам, собачкам, что-то больше такое, ну, хотя там всегда же есть все животные, но это у нас и в детстве, вот этот лицемерик, который меня вся возмущал, да, что нас воспитывают на детских сказках, где поросеночек, там, хрюшечка, да, возьмите спокойной ночи, малыши советские, да, а потом, оказывается, мы этих взрослых, поросят и свинюшечка режут налево и направо, да, а получается, в тесте нам, как бы, любовь прививает, а оказывается, все это лицемерие и ложь, в самом настоящем смысле слова, вот, я своим родителям об этом высказывал, и предъявлял, вот, в каком мире лжи нас растят, в том числе и они, растили, и вот у него по поводу нравственности, я говорю, любви, боль, мы об этом не раз будем касаться, тоже близкие темы, вот, просто гениально раскрывал эти темы, я много от него в этом плане подчеркнул, многие вещи в жизни, почему я тоже говорю, да, Бог, я прекрасно понимаю, что если вы будете к Богу напрямую обращаться, к истине, все вам откроется в жизни, это так, но, учителя не бывают лишними, и очень часто мы не можем просто подобрать нужных, слов, да, ты все как-то собака, понимаю, сказать не могу, и вот, в моей жизни, многие учителя, которые были, не то, что они для меня какие-то истины открыли, но они, избавили меня от лишних напрягов, усилий, то бы я сам там, ну, как говорят, изобретать велосипед, да, это действительно так, что изобретать, самому проходить кучу опытов, придумывать, там, голову ломать, вот, тебе бац и хороший пример, бац и хорошая притча, бац и хорошее определение, оборот, и такая мысль, вот, и все, и ты себе принимаешь, люди света, дети света, они всегда делятся этой информацией, они всегда не претендуют на ее авторство, да, а рады, что истинный свет распространяется по земле, вот, и у нее действительно лучше его, даже я пока, я хоть ведь уже давно не читал, конечно же, не могу даже оттуда какие-то заимствовать уже, вот, но, какие-то, как он это объяснял красиво, и плюс я, конечно, вы знаете, хочу свою уникальность сохранить, в том плане, конечно, я, отчасти, действительно, моя публика, это люди, как их называют, верующие, религиозные, я стараюсь говорить на понятном для них языке, поэтому, и мне это ближе, вот, плюс ведь, получается, возьмите Эда, он веган, но не христианин, возьмите Льюиса, христианин, но не веган, и возьмите меня, я и веган, и христианин, поэтому я стараюсь все это совместить, да, вот, поэтому, конечно же, мораль, она истинна, она не субъективна, она объективна, она просто есть, вот, и любовь, и это истинно, любовь, да, добро, потому что к себе зла ты не хочешь, а что это такое, как это понять, не творить, никому зла, как не хочешь себе, и наоборот, творить добро, вот и все, обратное, причиняет, естественно, тебе все это, самому страдание причинит, если это применится, относительно тебя обратно, здесь также, Эд коснулся опять все время, что да, это, знаете, тоже камень преткновения, все тот же, из оправдания, в оправдание приходит, что, животное, это не личность, да, и это опять все время говорит, что да, якобы ты придя на скотобойню, там, увидишь их не глаза, да, я с ним согласен, и кто-то так и увидит, и действительно покается, увидит все это своими собственными глазами, но на своем примере, да и я сам прекрасно, это знает, сколько у него, посмотрите, уличных этих проповедей, где он стоит, и даже с роликами, там, с планшетами показывает, ну, и что толку, то еще больше на него там накидываются, да, я, естественно, показывал собственным родным, родителям, да, друзьям, близким, в интернете, с кем общаешься, ну, и что, и ничего, ну, видит, как им горло режут, видит глаза, ничего, ничего это не меняет в ихней жизни, да, сколько я вот, когда по деревням стал жить-то, вот это все, да, сколько я общаюсь здесь с какими-то, знакомлюсь с людьми в деревнях, они же сами все это содержали, они мне сами рассказывают, как они там десятками их в день убивали, разводили, кто надо было на бойню везти, ну, в смысле мясо сдавать, и они прям все, поголовье там, 30 свиней всех в один день режут, я себе даже представить не могу, что там за оттворится, это, это дурь, конечно, думаешь, что ему еще сказать, если он собственными руками неоднократно такое вытворял, вот как мне ему проповедовать, я вот сижу на них, смотрю, да, люди в два раза старше меня, он и она, ну, я им говорю, конечно, вот я понимаю, что им еще сказать, если, потому что, в принципе, такой, как я и нормальные веганы, кто из любви к животным стал таким, да, то для него один обычный аргумент, да, ты посмотри на бойню, посмотри в глаза жертвы, а что им говорить, они этой бойней сами занимались и этих глаз сотнями пересмотрели, ты на него смотришь и уже, ты на словах пытаешь какой-то ролик там показать, да он сам это делал, я удивляюсь, как у них этот ад, эти крики, вопли в голове не стоят до сих пор, что там с сердцем, что там с мозгами, с виду хорошие люди, как про них говорят, дети там есть, детей вроде как любят, поплачут, когда они уезжают, это уже взрослые, не хотят приезжать или там на один день в гости заедут с начатами, но меня это вообще не трогает, я понимаю, что это люди, дьяволы, ничего у меня, они не вызывают никакой любви вообще, вся эта любовь ихняя, я вам всегда говорил, это все, это все такая похоть, любят, потому что меня любят, я вроде вырастил, мое сыночка, и все, ничего там, высокого нет за это, это грешники делали, но он этого любит, этого режет, это не любовь, любовь не может одной рукой убивать, другой кормить, это как угодно, назовите, какое угодно слово придумайте, я не знаю, называют просто это в мире любовь, я люблю детей, я люблю детей, любишь, да, своих детей любишь, а китайских вырезаешь, бомбы на них сбрасываешь, это никакая не любовь, я говорю, слово, может, конечно, это одно пихать везде, куда угодно, куда ни попадя, но от этого ничего не меняется, и зло, которое творится в мире, никуда не девается от этого, вот так вот, поэтому, конечно же, аргумент, оправдание, тупоумость, тупомыслие людей, вот этих, тугодумие, тех, которые утверждают, что, что, что есть истина, да, знаменитый вопрос, риторический вопрос Пилата Христу, да, который задал его, и не стал ничего, и слушать, и вышел, да, но бросил в лицо Христу, когда он сказал, что он есть истина, да, и эту истину проповедует, его не интересовало, да, что там истина, кто ее знает, вот, конечно же, этот, это, это философия, действительно, как это правильно выразилось, это мировоззрение, оно, какое, неистинное, почему, потому что, если человек его применит к семье, он сразу выпьет ко всем богам об истине, о праведности, о справедливости, о добре, о счастье, которое он желает, а получает обратное, вот, это мировоззрение, что, да, истины нету, есть только много прав, истина у каждого своя, мораль, добро, любовь, это, это ведет человечество, мироздание только в ад, в котором у каждого, действительно, будет правда свое, он праведен только в своих глазах, называя зло, добром, естественно, ты в таком мире, будешь, что, только хлебать дерьмо, потому что, это зло будет обращаться, против тебя, вокруг тебя, такие же, и только, когда вы признаете, что истина, сущность бытия, одна, это бессмертие всего живого, это свобода, на которую все имеют право, даже творить, да, добро или зло, он должен добровольно принять эту истину, вот такое вот мироздание, такое бытие, и есть небесное царство любви, и есть счастье всего, и вся вокруг, только когда все будут любить друг друга, а любовь, она не делает никому зла, раз табу вообще, никакого вреда, никакого зла, и сколько может, делает добра, но никакого зла, никому, никогда, ни под каким предлогом, даже с угрозой в современном мире, в мире, лежащем возле, в пространственном временном измерении, даже с угрозой потери статуса, славы, положения, здоровья и самой жизни, никогда, никому ты не причиняешь зла, даже на зло, это табу, это истина, это сущность бытия, условия счастливой жизни, благо бытия, и здесь на земле, и в будущей жизни, мне, потому что, не важно, как это там любят называть, загробанной, да она одна, какая рань, всяк бессмертия, только так, при таком условии, возможно, благо бытия, счастливая жизнь, всего живого на земле, мировоззрение, я, есень, истина, творящая зло, ведет, все человечество, тебя и всех вокруг, в погибель, в ад, страдания, муки и боли, вот так вот, еще раз всем рекомендую, Клайдзе Льюизе, вот, если не найдете, или не хотите там все, просто христианство считать, я для вас, готовиться к ролику не стал, в комментарии, напишите, если вам так хочется, я дам прямую ссылку, какая там глава, прям найду на каком-то сайте, и вам ссылку отправлю, чтобы открылось прям это место, ну, если это будет на этом сайте, возможно, ну, или дам более точное описание, я сразу найду, просто я уже так не помню, прям как там все это названо, у него каждая глава, по-моему, как это называется, там, и в первых главах, может даже сам сейчас закончу ролик и переслушаю, освежу в памяти, но я планирую просто христианство когда-нибудь его записать, да и может не только, потому что у него действительно есть вещи, прям очень, меня в свое время очень впечатлили, как видите, я даже помню их название, это боль, любовь, или тоже что-то такое, просто любовь, по-моему, просто любовь называется, вот, очень, такие небольшие труды про боль там, но очень глубокие, именно как философы, не просто писатели, ну и просто христианство, это не рассказы, не повесть, а именно мыслительские его труды, его слова, как говорят, творения, там, все что такое, вот так вот, на этом у меня все, всем я вам желаю достигнуть познания истины, совершенства, высшей степени морали, благости, праведности, этичности, кого, какие слова, доброты, понять это все, в своем имя тоже изложить, стать способными, не только самим в этом разобраться, но и другим, разъяснить, объяснить, это единственный путь во всеобщее блаженство, другого пути просто нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова